Страшных сказок 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 не будет бояться даже самых страшных эпизодов, которые в сказках есть. Например, герой волшебной сказки для того, чтобы подняться на вершину горы, вот его несет волшебная птица, и для того, чтобы ее прокорнить, он отрубает у себя пятку. То есть представить себе это вживую, ну, нужно обладать серьезным воображением, и совершенно понятно то, что в сказке это не вызывает каких-то эмоций, которые связаны со страхом. То же самое, когда отрубают пальцы, когда отрубают руки, в сказках это встречается довольно часто, но только в том случае, если мы говорим о сказках аутентичных, то есть о тех сказках, которые были записаны от носителей традиции. Потому что сказки преимущественно мы представляем по изложению Толстого, Ушинского и других людей, которые занимались детским воспитанием. То есть они перекладывали их для детей. Та же самая сказка о курочке Рябе, которая очень такая, ну вот да, то есть курочка в конце концов говорит, что я снесу вам новое яичко, вот, но на самом деле здесь надо понимать то, что в основе этой сказки лежит миф о смерти. Потому что Рябая курочка это персонификация смерти в русских традициях. Вот, но есть еще одна персонификация, это ледащий жеребенок, но в этой сказке, если рассказывать ее по тем текстам, которые были записаны, аутентичные, то есть были записаны от носителей. Ну а примерно такая же, или были дед, баба и внучка, и была у них курочка Ряба, и вот она снесла яичко непростое, золотое. Ну дальше понятно, дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила, внучка била, била, не разбила, мышка бежала, хвостиком махнула. Мышка в традиционной культуре это тоже на самом деле одна из персонификаций души. Само яйцо это символ жизни, золото это металл нечистый, женский металл. В конечном итоге получается так, что курочка персонификация смерти приводит к следующему. Дед пошел на конюшню и задавился, баба в печи угорела, а внучка по рукам пошла. То есть сказка на самом деле очень печальная, но она не страшная. Почему? Потому что в этой сказке ему формируются представления о каких-то поведенческих стереотипах. Это и на принципе складывается ситуация следующего рода. То есть когда дети не учатся бояться, они не могут стать смелыми. Потому что быть смелым это не значит не испытывать страха. Человек, который не испытывает страха, это человек, который болен. Ну есть определенное название такой болезни, но я думаю, что нет необходимости называть его. Но для того, чтобы быть смелым, нужно научиться преодолевать свой страх. И если детей не пугают, соответственно, они не могут научиться преодолевать свой страх. И в детской среде возникло такое явление, которое вот эту лакуну просто закрывало. То есть дети рассказывали сами себе страшные истории. То, что сейчас называются страшилки, пугалки и так далее. Причем люди моего поколения, те, которые моложе, конечно, знают очень много таких страшных историй. И дети, которые пугались, при этом старшие рассказывали младшим, они учились бояться. Но при этом они учились преодолевать свой страх. И для разрядки старшие рассказывали, ну, скажем так, другие истории, которые на самом деле были смешными. То есть, например, по черной-черной дороге едет черная-черная машина. В этой черной-черной машине сидит черный-черный шофер. На этой черной-черной машине написано хлеб и булочки. То есть происходит, ну, такая своеобразная разрядка. И я бы сказал так, что это, ну, как контрастный душ. То есть закаливает душу, ну, в данном случае, не тело. То есть человек учится бояться. Еще одна отрасль, ну, не отрасль, то есть еще один жанр в русском фольклоре, это былички и бывальщины. То есть которые связаны в первую очередь с тем, как люди встречаются с существами зоного мира. Это лешие, это домовые, это водяные и так далее. То есть это то, что называется духи природы. Хотя происхождение этих духов, оно, ну, скажем так, достаточно проблематично. И однозначно сказать, что они являются именно духами природы нельзя. Потому что основы их происхождения бывают разные вообще-то. В том числе это заложенные покойники. Потому что покойников принято бояться, хотя детям страх перед покойниками вообще-то не присущ. Вот и те сюжеты, которые в быличках реализуются, они в первую очередь направлены на познание действительности окружающей. Они строятся на установке каких-то обрядовых запретов, запретов житейских. Например, нельзя бегать по полю, нельзя протравливать поле, на котором уже колосится пшеница, рожь там, ячмень. Вот, потому что потрава может привести к уменьшению урожая и так далее. Но если ребенку это объяснять, вот такими словами, то ребенок может от этого не понять. И поэтому ребенка пугают. И если побежишь по полю, то появится полудница, украдет тебя и унесет к себе в дом. Тогда ребенок, соответственно, боялся, и он не ходил на вот это вот самое поле. Кроме того, в этих рассказах, которые по сюжету довольно страшны, закладываются очень многие обрядовые запреты. Причем здесь необходимо сказать вот, что в сказках наложение запрета, нарушение запрета является одним из основных элементов сюжетных. Потому что очень часто встречаются следующие, например, сказки о Марье Маревне, прекрасной королевне, воительнице. То есть, когда Иван Царевич попадает в пещеру, в дворец, в замок, где живет Кощей, который украл Марью Марьевну. Вот Марья Марьевна говорит, я отправляюсь в поход, ты не открывай дверь, которая находится в подвале. То есть, наложение запрета связано с тем, что этот запрет должен быть по сказочному сюжету нарушен. Иван Царевич открывает дверь, оттуда появляется Кощей, снова похищает Марью Марьевну, и Иван Царевич вынужден снова ее освобождать. И вот эта вот ситуация, она характерна для многих текстов. Наложение запрета, нарушение запрета и наказание за нарушение запрета. По большому счету, ничего страшного в этом тоже нет. То есть, закрепляются нормативы, которые присущи ритуальным действиям, которые присущи житейским каким-то представлениям. И те, которые важны для понимания окружающей действительности и жизни в социуме. Потому что ребенок, да, он может бояться домового. Если ты будешь себя плохо вести, то домовой тебя накажет. Он может бояться полудницу, он может бояться лешего, потому что нельзя ходить одному в лес. Но здесь нет того страха, который возникает в тех ситуациях, когда у ребенка возникает реальная эмоция. Он испугался. То есть, испуга в данном случае нет. Закрепляются какие-то обрядовые нормы. Причем самое интересное заключается в том, что вот эти вот обрядовые нормы, они связаны с психофизиологией человека. Потому что если четко, совершенно в родильном обряде есть тексты о том, что нельзя роженицу оставлять одну с ребенком, потому что может прийти сатана, убить ее и убить младенца. В этом сюжете закрепляется запрет на оставление женщины одной. Ну, почему он осуществляется? Потому что у роженицы возникает в течение трех дней, ну, так называемый, постродильный синдром. То есть, когда у нее психика нарушена, и одно из крайних проявлений – это самоубийство и убийство ребенка. Детоубийство и самоубийство – это смертные грехи для традиционной культуры. И таким образом, соответственно, ну, снимался грех этот. То есть, он экстраполировался на существо из одного мира. В современности рассказывать детям страшные сказки, страшные истории, в общем-то, особого смысла нет, потому что у нас сейчас сложилась такая ситуация, когда страшно бывает все. Но, опять же, через какие-то рассказы сюжетные, в которых есть персонажи, и сегодня они появляются, вот, в том числе и в детской среде, вот, боятся того же самого бабайку, например, с которым связаны некоторые сюжеты, и в том числе и сюжеты колыбельных песен. Ну, это правильно, это полезно, потому что ребенок будет засыпать. Также и в, положим, в субкультурах отдельных групп, ну, например, группу туристов, то есть, когда некоторые персонажи, зеленый байдарочник, черный альпинист, белый спелеолог, они выступают в качестве носителей традиций, закрепления этих традиций. Для того, чтобы эти традиции поведенческие закреплялись более четко, ну, скажем так, инструкторы разыгрывают неофитов, то есть, тех, кто пришел, пошел в поход в первый раз, вытаскивают из палатки, если они спят ногами к выходу, а здесь уже закрепляются вот какого рода. Черный альпинист ходит по лагерям, ищет предателей, из-за которого он погиб в горах, вот, и он открывает палатки, если видит лицо, он может опознать человека и понять то, что ты не тот человек. Если он видит ноги, значит, его нужно вытащить и посмотреть на лицо, и, как говорят инструкторы, человек может сойти с ума, если он увидит черного альпиниста. На самом деле здесь есть совершенно четкая прагматика. Нельзя спать головой к слепой стенке палатки, потому что если пройдет лавина, палатку, соответственно, приваливает, и выбраться очень неудобно, потому что ты спишь ногами к выходу. Приходится переворачиваться, выползать и так далее. И вот в такого рода страшных историях, страшных сказках, условно говоря, закрепляются очень многие стереотипы поведения. То есть ничего эмоционально страшного здесь практически нет.